Тепловизоры, антидроновое ружье Республиканской интеллектуальной лиги студентов На первом месте сотрудники ФСБ в Черкесске состоялся турнир по волейболу, посвященный 100-летию образования общества «Динамо» Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева Черкесия» с вами Мурат Жанкёзов В зону специальной военной операции отправилась очередная партия груза из Карачаева Черкесии. По поручению главы республики Рашида Тимрезова, единым штабом было собрано все то, что непременно пригодится для выполнения поставленных задач. Для отправки переданы уже показавшие свою эффективность тепловизоры, антидроновое ружье и многое другое. Характеристики оборудования и снаряжения соответствуют самым высоким критериям. Также военным из Карачаева Черкесии отправляется автомобиль высокой проходимости. В Карачаево Черкесии по программе «Дороги Победы» будут организованы бесплатные военно-исторические экскурсии для школьников и студентов колледжей. По проекту запланировано несколько маршрутов по территории региона. Так, маршрут оборона Кавказа предполагает посещение музея-памятника защитникам перевалов Кавказа, который является единственным на Северном Кавказе архитектурным ансамблем, сочетающим мемориальный комплекс с музейной экспозицией и связан с одной из ярчайших страниц героической летописи Великой Отечественной войны августа 1942 года, где развернулись ожесточенные бои. Участникам также расскажут о героях советской армии, защищавших города Кавказа. Дети смогут посетить и историко-культурный и природный музей-заповедник. В музее действует выставка «Годы, опаленные войной», отражающая историю каждой семьи в период военных действий. Идеальная школа. Какая она должна быть и что для этого нужно делать? В селе Ючкекен на базе первой школы имени Героя России Абдуллы Ижаева прошла межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России». Ахмад Халкечев продолжит. Цель конференции – задать вектора образования в направлении проекта «Школа Минпросвещения России». Наша республика приступила к участию в данном проекте в прошлом году и 23 общеобразовательных учреждений региона стали его первыми участниками. Ну а в этом году включились еще 19 школ. Прежде чем войти в число участвующих в апробации, директора и управленческие команды общеобразовательных учреждений прошли обучение в Академии Минпросвещения, а учителя – специальные курсы Центра непрерывного повышения педагогического мастерства. Также участвующие в апробации организации провели самодиагностику. По результатам учреждениям, прошедшим ее, присваивались определенные оценочные уровни – от базового и среднего до эталонного. Сейчас вот запускается скоро новая самодиагностика, чтобы увидеть результаты, что у них было, к чему они пришли. А цель этого проекта в том, чтобы единое образовательное пространство. То есть каждый ученик, если он учится, допустим, в сельской провинциальной школе, переехав в Москву, у него не меняется ни программа, ни учебники. То есть единое образовательное пространство. Вот к чему мы все сейчас стремимся. Научная площадка, помимо руководителей общеобразовательных учреждений, начальников управления образованием муниципальных администраций нашего региона собрала также участников из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и Чеченской республики. Главная задача форума – координация усилий и обмен опытом в развитии единого образовательного пространства. Это как раз проект для того, чтобы мы понимали, какую стратегию и приоритет национальной политики сегодня нам выстраивать вместе и как приходить к общему знаменателю. Мы стремимся к тому, чтобы качество образования в нашей республике вышло на достойный уровень. В числе первых в апробацию проекта в нашей республике включилась и первая школа села Юшкекен. О том, как перестраивался ее педагогический коллектив к обустройству школы нового формата, поведала директор образовательного учреждения Екатерина Кипкеева. Основная задача наша заключалась в том, чтобы вот был единый информационный поток, чтобы мы работали. И команда находилась в одном смысловом поле этого проекта. Вот это было самое главное для нас. Это было начало нашей работы. По завершению пленарной части конференции участники разделились по секциям, соответствующим магистральным направлениям проекта. Здесь принимающая сторона в практическом формате продемонстрировала уже наработанный опыт. Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Вестикорожаево-Черкесия, Малокорожаевский район. Скоро лето, пора самых продолжительных каникул. А значит, у детей будет много свободного времени и его необходимо провести с пользой. Организация этих вопросов – неотъемлемая часть социальной политики государства. Тема предстоящей летней кампании требует особого внимания. Ее обсудили на заседании межведомственной комиссии. Были подняты вопросы организации отдыха и оздоровления детей. Что нового и на что еще обратили внимание участники совещания, расскажет Альбина Ламкова. Летние каникулы – самое лучшее, незабываемая пора для развития творческих способностей и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей в новые социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. Работники образования совместно с представителями отделов социальных служб главные организаторы отдыха и оздоровления детей. Во время каникул школьники имеют возможность развиваться творчески, обогащаться духовно и интеллектуально. В этот период недопустимы риски нанесения вреда здоровью ребенка. Это один из главных пунктов в организации отдыха и оздоровления детей, говорили на совещании. В нем приняли участие представители загородных лагерей и управления образования районов и городов республики. «Все наши усилия организаторов отдыха, а здесь находятся руководители и загородных лагерей в том числе, их оздоровление в связи с последними событиями в стране должны быть направлены на безопасность пребывания детей, а также популяризацию и пропаганду базовых ценностей воспитания, таких как любовь к родине, семья, дружба, труд, милосердие и патриотизм». В этом году отдыхом в летних лагерях планируется охватить более 12 тысяч школьников, 70% из них – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Впервые в региональных детских лагерях будет проведена профильная смена время первых. Еще отличительной особенностью предстоящего лета станет работа профильного тематического лагеря российского движения детей и молодежи «Движение первых». На базе Аграрно-технологического колледжа откроют лагерь труда и отдыха. «Первый поток у нас формировал список из числа студентов из малобеспечных семей и тех, кто в последнем внутреннем учете 20 человек. А по второму потоку сейчас мы прорабатываем места для проживания подготовлены, пищевод готов, программа культура массовая, спортивная вся разработана». Летняя оздоровительная кампания 2023 года начнется с 1 июня и завершится 3 августа, рассказала главный специалист и эксперт регионального управления Роспотребнадзора Ирина Данилина. «Управлением Роспотребнадзора проводится подготовка к началу летней оздоровительной кампании, как и другими ведомствами. В настоящее время к нам обратились 107 организаций, которые планируют отдых в летнюю кампанию на территории КЧР. В том числе два объекта – это Пятигорское управление образования лагеря «Дамхурс» в Урубском районе и Благодарненский центр социального развития детей, которые планируют отдых на территории нашей республики в районе Архыза». Для того, чтобы начать летний отдых, представители лагерей должны получить санэпидзаключение. Настоящее время специалисты Центра гиены эпидемиологии проводят обследование объектов. Заключение готовности к приему детей получили четыре загородных лагеря. Затем представителям ВДМЧС ознакомили организаторов летней оздоровительной кампании с предъявляемыми требованиями безопасности. Выполнение поставленных задач перед сферой отдыха взяты на особый контроль межведомственной комиссии, чтобы в будущем оздоровительную кампанию 2023 года вспоминали с благодарностью. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Производство текстиля Карачаево-Черкесии не уступает зарубежным брендам. В этом убедились участники международной выставки «Меха и кожи. Мягкое золото России». Она состоялась в Пятигорске. Пять предпринимателей из республики приняли участие в ней. Фатима Эбзеева – одна из них. Ее производство находится на пути становления. Есть успехи и проблемы, но предприниматель не сдается. Помогает Фатиме трудолюбие. Каковы планы в реализации бизнес-идей и что дает участие в выставках, расскажет Альбина Ламкова. Эти шлемики очень-очень хорошо работают по зиме. Здесь представлен не весь ассортимент, скажем так. Тут, можно сказать, одна пятая того, что мы делаем. Любая работа начинается с мечты, рассказывает Фатима Эбзеева. Масштабным производством головных уборов занимается последние три года. Старается предложить потребителям сбалансированную коллекцию модной продукции, учитывая цвет и моду сезона. Несмотря на то, что у нас только наступило лето, мы уже подготовили зимнюю коллекцию, то есть, чтобы вовремя успеть сделать рассылку клиентам и получить заказы, чтобы поработать в объеме. В этом году очень хорошо работает вот цвет зеленое яблоко, пудровый цвет. Поездка на международную выставку дала Фатиме возможность не только представить свою продукцию, но и найти покупателей. Менялись данными пять клиентов совершенно с разных. Казахстан был, Беларусь, и Москва, Подмосковье, и Киров, по-моему, да. Мы сейчас обрабатываем все эти данные. То есть у вас в планах продукция на экспорт в ближние зарубежья, а есть ли мечта, планы освоить Европу? Почему нет? Почему нет? Мечты всегда должны идти впереди. На тематической международной выставке «Меха и кожа мягкое золото России» наши предприниматели были достойно представлены, рассказывает Фатима. Коллективный стенд помог разместить центр «Мой бизнес» Корчаева Черкесии при поддержке регионального министерства экономического развития. Они же и организовали поездку. Свою продукцию на выставке представили предприниматели региона, работающие в сфере текстильной и легкой промышленности. В рамках мероприятия всем производителям представилась возможность получить заказы на год вперед. Заключили контракты на выгодных условиях, так как качество наших товаров высокое. Знаете, в соотношении качества-цена, я думаю, наши товары, если не лучше многих фабричных производств, про Китай и другие страны молчу, мы, скажем так, их переплюнули в качестве. Мы делаем более, как вам сказать, доступную версию дорогих головных уборов. То есть, если мамочка не может пойти купить в магазин за пять тысяч шапку, у нас эта шапка практически того же качества представлена рублей за 200. Для построения успешного бизнеса и расширения клиентской базы одной мечты мало, говорит Фатима. Для этого дела необходима правильная работа с клиентами, помощь единомышленников, обмен опытом и самое главное производство качественного товара. В целом, бизнес с друзьями – это очень выгодная история. В итоге получается играть ценой, отчего закупочная стоимость товара будет выгодна всем участникам сделки. В выборе моего направления деятельности и вообще в работе помогают очень советы моих близких друзей, которые уже как бы мастодонты в этом бизнесе. В частности, Медина Тамбиева, моя подруга близкая, она мне очень-очень много дала советов, дельных советов. Мы с ней неоднократно ездили на выставки, мы с ней были в Москве. И вот буквально недавно мы с ней были на выставке «Мягкое золото», международной выставке. В будущем Фатима планирует заняться производством для самых маленьких. Картинки ярче, все интереснее, да, всякие ушки, рожки всякие. Хочется и вот в эту стезю войти. Вы знаете, я очень-очень как бы хотела дорасти до такого уровня, когда я смогла бы создать рабочие места для социально слабого контингента, чтобы у них были комфортные условия труда, получали достойную зарплату. После долгого общения удалось узнать еще об одной мечте предпринимателя. Фатима нехотя, но поделилась с нами об организации благотворительности нуждающимся. Вы знаете, плох тот предприниматель, который не стремится получить прибыль, да, однозначно. Мне важно, как вам сказать, мне важно дать как можно большему количеству людей возможность спокойно, достойно зарабатывать, не искать где-то заработков там в Москве, под Москвой не выезжать, а именно здесь, на нашей родине, в нашем городе найти достойную работу, которая вовремя оплачивается, достойно отношения к себе. То есть мне хочется помогать людям, не просто получать прибыль. Я сторонник того, чтобы делать добро всем. Состоялся весенний турнир Республиканской интеллектуальной лиги студентов. Молодые эрудиты из Карачаева-Черкесии решили проверить силу своих знаний. Как это было, расскажет Дарья Тендит. 12 сильнейших команд из высших и среднеспециальных учебных учреждений собрались на одной площадке, чтобы побороться за титул эрудиты студенческой молодежи. В рамках одного из сезонных турниров студента предстояло ответить на вопросы про историю России и достижения в области науки, технологии, культуры, искусства и спорта. Друзья, вас приветствует молодежный дискуссионный интеллектуальный клуб «Игра слов» совместно с ОНО «Моя карьера» Министерством по делам молодежи Карачаева-Черкесской республики на весеннем турнире Республиканской интеллектуальной лиги студентов. Аплодисменты. Такой масштабный чемпионат впервые проводят в нашей республике. По результатам межсезонных турниров выберут тройку лучших эрудированных команд. Развитие в студенческой среде тренда на интеллектуальный досуг является целью проведения таких игр. Умным быть модно, отметил Амиран Зугов. Огромный чемпионат будет проводиться. Такого рода лиги есть в Северокавказском федеральном округе, но в Карачаевской республике мы первые. Мы этому очень рады. И Миномолодежи Карачаевской Кессии вот решила вот так серьезно взяться за интеллектуальное обогащение наших студентов. Так как это формат студенческой лиги эрудитов, то наиболее интересный, такой мягкий, лояльный, щадящий, я бы сказал, формат. Мы вообще сразу, можно сказать, за первые два дня закрыли потребность заявков. У нас участвует от 12 до 16 команд. На данный момент у нас 12 команд. И вполне возможно, мы еще доберем до 16 команд, и они будут играть между собой. Команда-созидатели из колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова впервые участвовала в игре. Несмотря на неопытность, они смогли обогнать команду соперников и стать призерами весеннего сезона чемпионата. Капитан команды Назир Биджев участвовал в интеллектуальной игре, будучи школьником. Он с радостью принял участие в Лиге студентов и поделился своими впечатлениями. Волоние все-таки присутствие, как бы ни было, если даже ты опытный, неопытный, неважно. Все-таки вопросы, они тоже подобраны очень грамотно и очень так интересно. Ребята, которые уже участвовали в предыдущих играх, знают, к чему нужно подготовиться. Мы просто ждали своего часа. Я надеюсь, мы выступим достойно, поделился Аслан Байчоров. Турнир оказался не только познавательным, но и веселым. Ребята высоко оценили уровень организации и остались довольны своими результатами. Команды-призеры были награждены ценными призами и грамотами. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесске состоялся турнир по волейболу, посвященный столетию образования общества «Динамо» и празднованию Дня Победы. В мероприятии участвовало семь команд правоохранительных и силовых структур. Открывая соревнования заместитель министра физической культуры и спорта Мурат Агиров и заместитель председателя Карачаева-Черкесского Республиканского совета «Динамо» Сергей Хозяйкин поприветствовали участников и пожелали справедливого судейства, удачи в игре и дали старт турниру. По итогам волейболисты МВД по Карачаевой-Черкесии стали бронзовыми призерами турнира. В финале соревнований встретились команды регионального МЧС и УФСБ. В напряженной борьбе за первое место лучшими оказались сотрудники Федеральной службы безопасности. Таким образом, команда МЧС заняла второе место. В череде майских праздников есть особенный день для народов нашей республики. Это день возрождения карачаевского народа. В память о годах депортации в Карачаевске был установлен мемориальный комплекс жертвам депортации. И сегодня гость нашей программы, автор этого проекта, заслуженный архитектор Карачаева-Черкесии Султан Айбазов. Об истории памятника он рассказал Белли Джазаевой. Далее смотрите интервью. Наш выпуск завершен. Хорошего вам настроения и всего доброго.